Надо ли обрывать листья у томатов? Томаты требуют хороших удобренных грядок, частого полива и тщательного ухода. Обрывать листья у томатов действительно нужно, но делать это следует правильно, в противном случае можно навредить растению. Причины, по которым необходимо обрывать листья у томатов, когда зависть уже пошла, корни растения напитываются питательными веществами. Идет равное распределение на листву и на плоды. Так как для нас ценность составляет только плоды, следует обрывать листву ради того, чтобы на плоды шло большее количество питания. А листву оставить только для того, чтобы жизнедеятельность растения продолжалась, нижняя листва ложится или соприкасается с землей. Это ведет к быстрому попаданию микроорганизмов на растения и все бактерии и микроорганизмы с почвы переберутся на ваши томаты. При удалении лишней листвы уходит из опущенности, что ведет к наилучшему проветриванию растения, а также лучшему освещению попадающему. На плоды также стоит помнить, что листва любого растения – фотосинтезирующая поверхность и очень важна для его жизнедеятельности. Поэтому обрывать нужно умеренно, чтобы не снимать больше 5% листвы растения за раз, также листва отвечает за самоохлаждение организма. Если снять лишнюю листву, растение будет перегреваться. Если листвы много на томатах и из-за плохого проветривания растение будет перегреваться, обрывая листву, вы лишаете томаты питания, получаемого через эту листву. Следовательно, вы должны дополнительно подкармливать томаты или урожай будет слабее. Надо ли обрывать листья у томатов на открытом грунте? В открытом грунте обрывать листья у томатов действительно необходимо всего раз и только в момент окончания цветения и начала завязи. Далее мера не оправдана для открытых участков, так как растение может в достаточном количестве взять питательные вещества из грунта и от дождей полива. Обрывать листья у томатов на открытом грунте следует, а когда томаты в мае уже достаточно высокие, но еще не цветут, их фикируют. Срезая верхушку листьев и верхний участок ствола на 0,5-3 см, когда томаты отцвели и появилась завязь нижней ветки, максимально приближенные к земле срезаются, но не более третьих веточек. При желании можно срывать листву помидоров вместе со снятием гроздей помидор. Делается это таким образом, срывается гроздь помидор, после чего срывается и веточка, растущая над гроздью. Она именуется кормящей, в этом случае поспевающие на этом же кусте другие помидоры будут наливаться больше. Но опять-таки напоминаем, что данное действие необязательное. Надо ли обрывать листья у томатов в теплицах? Для того, чтобы в теплице собрать хороший урожай томатов, следует регулярно ухаживать за кустами помидоров и во время обрывать лишнюю листву. Обрывать листья у томатов в теплицах грунте следует так, пока помидор не отсветет и не выбросит первые завязи. Листва в теплицах не удаляется. Если куст помидора достиг вершины теплицы, верхнюю листву со стеблем пикируют, чтобы прекратить рост в высоту. И увеличить рост боковых ветвей, когда зависть образовалась, а цветение полностью закончилось, самое время подходить к кусту. Помните про правило, не более 5% веток за один раз. Так как увлечься очень легко. Повторить удаление следующего сектора листва можно через 5-7 дней, удаляем все нижние листья до гроздей. Над каждой гроздью помидоров есть ветка, она носит название «кормящая», ее трогать нельзя после того, как поспела гроздь помидоров. И ее полностью срывают, одновременно срывается кормящая ветка. Опытные аграрии помимо этого рекомендуют ситуативно срывать ветки по мере сбора урожая. Но для того, чтобы понимать, какие ветки удалять, нужен определенный опыт. С годами вы также научитесь понимать свои томаты, но вначале лучше не усердствовать. Также помните, что ситуативно сорванные ветки – это всегда ветки, растущие ниже гроздей томата. Как правильно обламывать листья на помидорах? Многие новички задаются вопросом, как правильно обламывать листья на помидорах. Данный вопрос весьма важен, и мы собрали ряд советов, как обрывать листья у томатов так, чтобы растению принесла данная процедура только пользу. Лучше листья не обламывать, а срезать секатором или ножницами. Во избежание повреждения ствола, листья срезаются под корень. До ствола не оставляй пеньки, срез ничем не обрабатывается, но опрыскивать или удобрять растение на лист рекомендуется только через сутки. Надо ли обрывать листья у томатов и какие – советы и отзывы. Максим, обрываю листья у томатов, как в теплице, так и на грядках. Урожай намного лучше, да и с фитофторозом проблем меньше. Совет новичкам, при сильной жаре лучше оставить больше лишних листьев на томатах сверху растения, так как они не только кормят, но и защищают томаты от солнечных ожогов. А вот все, что около земли, удаляю нещадно. Лилия, в этом у меня появилась большая теплица и я высадила помидоры. Нижняя погона обрывала, как обычно, чтобы не соприкасались с землей. А потом по инструкции по мере созревания гроздей помидоров. Получилось отлично. Действительно, если обрывать лишнюю листву плоды в разы крупнее и мощнее. У вас есть приусадебный участок. Вам будут полезны наши статьи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!